Сбили на переходе. Во Владимире девушка попала под автобус на зебре. ДТП произошло сегодня на проспекте строителей около 14-20 в районе остановки Педагогический университет. По предварительной информации рейсовый автобус 23 маршрута двигался на красной по левой полосе. В соцсетях очевидцы аварии рассказывают, что до начала движения транспорта оставалось не менее пяти секунд, когда автобус вылетел на пешеходный переход. В это время по зебре на зеленый сигнал светофора шла девушка 1996 года рождения. Она и оказалась под колесами общественного транспорта. С травмами пострадавшую госпитализировали. Ни пассажира автобуса, ни водитель в аварии не пострадали. На данный момент будет проводиться административное расследование, в рамках которого будет установлены причины и условия данного дорожного транспортного происшествия и будет дана правовая оценка. Будет установлена причина и условия, если виновность его будет признана, то здесь будет решаться вопрос о правовых санкциях с учетом тяжести причиненных последствий. Дома под дождем. Жители одного из домов в Лакинске после ремонта кровли начали принимать водные процедуры у себя в квартирах. На постоянные протечки люди жалуются уже пять лет, а после горя ремонт управляющей компании все только стало хуже. Теперь дому нужен капитальный ремонт, который, как говорят люди, запланирован лишь на 2022 год. В проблеме постарался разобраться Константин Миронов. Вот так через каждые два часа мы сливаем. Это что за жизнь такая? Надежда даже боится включать свет в своей прихожей, потому что все может замкнуть. Женщина вынуждена сливать воду с натяженного потолка каждые два часа. И это еще ничего. Других квартирам, по ее словам, хуже. Дождь с потолка шел в этом доме и раньше, но только в нескольких квартирах. Серьезные проблемы начались после того, как управляющая компания «Плазма» решила провести ремонт, рассказывают люди. Так они весь шов вскрыли, залили просто пескобетоном и ушли. Вот начались снегопады осенью, потому что не было ни дождей, ни летом. И все, начал отваливаться шов у меня внутри, в подъезде, как его, в прихожей. И потекло все. Протечки после того, как управкомпания сделал ремонт, начались по всему дому. Люди опасаются, что в один момент на них просто рухнут межэтажные плиты. Ведь в одном из подъездов уже стоит подпорка. Помимо этого, из-за постоянной влажности появилась плесень. Начали болеть дети. Это уже надоело нам с этими ведрами жить, потому что надо что-то делать. Что они там делали? Снег чистили. Получилась такая проблема, что нельзя уже так быть. Течет почти вот везде. Ну, у меня вот внук. Он уже болеет постоянно, что ли, на него что-то из плесени и сырости. Надо как-то меры принимать. Жители дома рассказывают, что неоднократно обращались в управляющую компанию для того, что им сделали ремонт кровли. Но на место только приходила комиссия. Она подтверждала опасения людей. Но никто ничего не предпринимал. Я обращался в марте 2016 года по поводу притеканий. Значит, комиссия пришла, женщина написала, что требуется ремонт кровли. Но ничего сделано не было. Потом, значит, через год, в марте 2017 года, значит, все то же самое. Все, ну, все абсолютно то же. Требуется ремонт и на этом заканчивается. Дальше. Это уже октябрь 2017 года. Опять все, ну, собственно, тут о чем говорить. Один раз, правда, была попытка устранить недостатки, рассказывает Юрий Андреев, житель одной из квартир. Но после пристального внимания к работам на крыше дома, люди начали беспокоиться, действительно ли они ведутся. Должны были делать капитальный ремонт. Завезли материал, тут все. Они месяц ковырялись и все, типа сделали. Я думаю, что так не может быть быстро. Пошел узнавать, взял у техника бумаги, все, сумму, там, мне главбух дал сумму, все. И, оказывается, на 500 тысяч они сделали капитальный ремонт всей крыши. Я стал с техником разбираться, она говорит, вас обманули. В управляющей компании не оказалось никого, кто бы смог грамотно ответить на вопросы по проблемам дома. Но в разговоре нам дали понять, что о проблеме знают. При этом путают изначальный год ремонта крыши. По программе ее должны были делать в 2022 году. Управ компания называет другую цифру. При этом предписывает себе заслугу, что добилась переноса ремонта крыши на 2019 год. Мы ждем капремонт. Мы пробили эту администрацию, чтобы передвинули на следующий год. Да, у них так, по плану, в 2024 году ремонт, а мы добились того, что в 2019 году сделаем. Ну вот весной это будет уже. Чтобы убедиться, не обманывают ли нас сотрудники управляющей компании, мы отправляемся в фонд капитального ремонта. Да, этот дом действительно включен в долгосрочную программу капитального ремонта. Более того, он вошел в косочный план капитального ремонта на 2019 год. Примерная плановая стоимость капремонта 3 миллиона 715 тысяч. В настоящий момент сотрудниками фонда уже разрабатывается проектная сметная документация на выполнение капитального ремонта крыши этого дома. Соответственно, как только нам позволят погодные условия, потому что крыша плоская, мы приступим к отбору подрядчика и непосредственно к ремонтам работы. Получается, что людям придется принимать водные процедуры, как минимум до схода снега с крыши. Ведь по словам сотрудников управляющей компании, все возможные меры по латанию кровли они уже предприняли. Константин Миронов, Егор Хребко, Александр Мажаров. Шестой канал. Жители дома на улице Белоконской против открытой мусорной площадки соседней новостройки. Едкий запах и загрязнение придомовой территории, по мнению жителей, все это в ближайшее время может стать реальностью. Среди проблем и рост горы строительного мусора рядом с площадкой. Но ответственные за мусорную точку утверждают, что она соответствует всем нормам и правилам. Подробности в материале Алексея Домнина. Мусор завоевывает новые территории. Эта контейнерная площадка и гора строительного мусора для жильцов дома на улице Белоконской превратились в настоящую головную боль. Неприглядный вид из окна и загрязнение территории может дополнить едкий запах, и антисанитария опасается Елена Шмелева. Вместе с своими двумя детьми она вынуждена уже долгое время наблюдать за стройкой соседнего дома. Если контейнерная площадка появилась всего несколько дней назад, то гора строительного мусора здесь растет с лета. Все это прямо под окнами жилого дома. Мы тоже имеем право на благоприятную окружающую среду. И мы тоже люди, по всей видимости застройщики, когда разрабатывали проект благоустройства территории, учли только то, что жильцы будут радоваться своей близлежащей территории, а нас просто, видимо, не заметили. Эта мусорная точка относится к соседнему дому, рассказывает Елена. По ее словам, диалог с застройщиком у жильцов дома не получается. Нашей съемочной группе удалось встретить главного инженера компании. По его словам, наличие этой площадки соответствует всем нормам. Но собирается ли фирма-застройщик учесть интересы жителей соседнего дома? От ответа на этот вопрос представитель компании ушел как в переносном смысле, так и в прямом. Откажите, пожалуйста, то есть вы... Не надо перед карфоном. А пока продолжается стройка, мусора становится все больше, рассказывают жильцы. Их главное опасение, что летом территория у дома превратится в мусорный полигон. И вонь, и грязь, и мусор здесь уже. Они не идут на какие-то контакты. Нам захламили все деревья. Еще и кругом его разбросали. Конечно, мы против этой помойки. Я не хочу, чтобы тут была мусорка. Вот и, пожалуйста, пониже сюда поставить, чтобы ее не видно было. Ну зачем из окон будут люди смотреть на этот мусор? А тут же, знаете, какой завал будет? С просьбой помочь решить наболевший вопрос, некоторые из жильцов дома написали обращение в надзорные органы. По словам представителя Роспотребнадзора по Владимирской области, на данный момент ведется проверка по поступившим обращениям. Начались проверочные мероприятия. В ближайшее время сотрудники отдела санитарного надзора свяжутся с заявителем для того, чтобы выйти на место. И в течение 30 дней заявителю будет дан письменный ответ с результатами проверочных мероприятий. О результатах этой проверки мы, конечно, расскажем уже в новом году. А пока жители пытаются достучаться до застройщика и отправляют свои жалобы, территория у их дома постепенно превращается в свалку. Алексей Домнин, Егор Хребко, 6 канал. Подозревают фальсификации сведений. Следком возбудил уголовное дело из-за того, что в колонии недосчитались комнат отдыха. Руководство лечебно-исправительного учреждения номер 8 в Киржаче по решению суда должно было выделить и оборудовать отдельные помещения для проведения отпусков трудоустроенными осужденными. А также создать условия для их встреч с адвокатами. В качестве доказательств выполненных работ представители колонии предоставили в суд документы и фотоматериалы. Но когда прокурор поехал в учреждение, чтобы лично убедиться в исполнении всех требований, новых помещений там так и не нашел. Давать официальные комментарии по этому делу в пресс-службе УФСИН пока не готовы. Не идут на контакт со следствием и сотрудники того самого лечебно-исправительного учреждения. Мы уже достоверно установили три должностных лица лечебно-исправительного учреждения номер 8 в СИН России по Владимирской области. Причастны к изготовлению и предоставлению в суд справки и фотоматериалов. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни один из этих лиц не представил следствию разумительных объяснений по поводу произошедшего. Ну и никто из них не берет на себя ответственность за изготовление и последующее распоряжение вот этими документами. Команда нового губернатора сформирована. Сегодня Владимир Сипягин официально представил прессе своих заместителей. Из состава вице-губернаторов бывшей хозяйки Белого дома Светланы Орловой в ней осталось только два человека. Вячеслав Кузин и Александр Трутнев. Пять замов приехали работать во Владимирскую область из других регионов. Как они оценивают положение дел в нашей области и какие задачи называют приоритетными, расскажет Оксана Любимова. Представление команды своих заместителей Владимир Сипягин начал со слов благодарности Вячеславу Кузину и Александру Трутневу. Единственным вице-губернатором, которые остались работать в регионе после выборов. А вот те, кто после кардинальной смены власти ушли в отпуск и не вернулись работать в Белый дом, в непростое для области время, по словам губернатора, поставили под удар выполнение стратегических для региона задач. Когда они находились в отпуске и отдыхали, а должны были заниматься важнейшими вопросами, связанными с ускорением процесса по выполнению поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по ремонту больницы Струнина, например, по решению проблем, связанным с переселением из аварийного фонда жилья, по подготовке документов по национальным проектам, решению проблем с вывозом мусора, с долгами за газ и многое-многое другое. Но, видимо, отдых дороже. Новый состав своих замов глава областной администрации назвал командой профессионалов, которая будет работать на результат. Среди приоритетов дальнейшего развития 33-го региона – улучшение качества жизни людей. Это вопросы, которые касаются здравоохранения, образования, досуга. Однозначно, один из приоритетов – это будет взаимодействие и сотрудничество с гражданским обществом, что очень важно для меня, потому что тогда будет живой диалог, и тогда многие проблемы будут решаться. Курировать налоговую и бюджетную политику региона будет один из самых опытных управленцев, первый заместитель губернатора, уже много лет работающий на этой должности Вячеслав Кузин. По словам главного финансиста 33-го региона, сейчас у области есть все возможности для динамичного развития, подкрепленные федеральным финансированием. А власти готовы к диалогу с населением. Не только позитивные, я бы сказал, и те критические моменты, которые назревают в обществе. Это позволяет нам опять реагировать оперативно и не допускать того, что мы называем, ставить под угрозу то, что мы ценим больше всего – это стабильность. А стабильность – это жизнь людей, в конце концов, от нее многое чего зависит. Новый человек в команде Сипягина – первый вице-губернатор Максим Брусенцов. Впоказ приставкой в Рио будет отвечать за экономику, инвестиции, промышленность и строительную отрасль региона. У него большой опыт работы по стратегическому планированию. До приезда в 33-й регион Брусенцов руководил правлением промышленных предприятий при Федеральном агентстве специального строительства. Среди приоритетных задач экономической сферы он назвал привлечение в область крупных инвесторов для создания новых производств. Создание и поддержку таких предприятий по нескольким направлениям. Это внутренняя кооперация, ее создание развития, это экспорт межрегиональный и инвестиционный, международный, извините. Это создание развития научного направления для подготовки кадров и их переквалификации. Отвечать за самую проблемную сферу социальную будет Марина Чекунова, приехавшая в наш регион из Москвы. В столице она работала в администрации президента. На должность первого зама губернатора Владимирской области пока тоже с приставкой в Рио, ее назначили 10 дней назад. Марина Чекунова сообщила журналистам, что уже успела изучить все направления своей работы и расставила некоторые приоритеты. В первую очередь зам губернатора по социальным вопросам намерена навести порядок в здравоохранении. Мы занимаемся вплотную темой исполнения поручения по поручению губернатора, исполнения поручения президента России Владимира Владимировича Путина по летнему обращению. Это Александровская районная больница и так называемая больница Струнина. И мы понимаем всю ответственность и всю меру ответственности, которая сегодня лежит на мне и на директорах департаментов, которые я курирую. Мы не должны потратить ни одной лишней копейки. Понимать, что мы должны эффективно закупить оборудование. Еще один новый человек в Белом доме, Александр Байер, будет контролировать региональный жилкомхоз, транспорт и дорожное строительство. У него уже есть подобный опыт работы в администрации Нижегородской области. В начале нового года области придется запускать новую систему вывоза ТБО. Контролировать вывоз и переработку мусора будет единый региональный оператор. Новый вице-губернатор оценил стабильность коммунальной сферы региона, но работы в этом направлении, по словам Александра Байера, еще много. Именно сейчас идет работа по подготовке к прохождению праздничных дней. Надеемся, что если и проблемы будут, то они будут устранены практически в нормативные сроки и профессионально. В сельском хозяйстве задача номер один на ближайшее время, по словам вице-губернатора из старой команды Александра Трутнева, решение вопросов использования земель сельхозназначения и увеличения объемов экспорта. На особом контроле восстановление фермерских хозяйств после вспышки африканской чумы свиней. Мы значительно потеряли в производстве мяса свинины. Мы сейчас делаем усилия для того, чтобы переакцентировать наших сельхозтоваропроизводителей в большей степени на другие виды производства. И это тоже уже заложено в нашей государственной программе. Мы пересмотрели определенные моменты, добавили денежные средства, тоже будем стимулировать развитие в том числе и мяса крупного рогатого скота. Шествовать над проектной деятельностью в области будет тоже новый человек Аркадий Боцан-Харченко. Подконтрольные ему комитеты отвечают за региональную составляющую национальных проектов. В следующем году область примет участие в десятках госпрограмм, в том числе в образовании, здравоохранении и дорожном строительстве. В минувшую пятницу эти программы и проекты были утверждены губернаторами и направлены в правительство Российской Федерации. К реализации этих проектов планируется приступить в следующем году, в следующем месяце сразу. Соответствующее финансовое обеспечение уже предусмотрено. Руководить представительством администрации области при правительстве назначен Вячеслав Климанов. До этого он тоже работал в администрации президента заместителем начальника департамента массовых мероприятий. Теперь ему предстоит обеспечить эффективное сотрудничество области с разными федеральными структурами. Сделать из представительства такую деловую активную площадку, на которой можно в постоянном режиме проводить деловые встречи, переговоры с возможными инвесторами, с руководителями федеральных органов государственной власти. Новую команду Владимиру Сипягину еще предстоит согласовать с законодательным собранием области. Недавно назначенные замы смогут избавиться от приставок в Рио только после утверждений их кандидатур депутатским корпусом. Правда, этого вопроса в повестке заседания областного парламента, которое назначено на 19 декабря, пока нет. Оксана Любимова, Александр Мажаров, Шестой канал. А теперь коротко о других новостях. Вода во Владимире безопасна для здоровья. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Пробы водопроводной воды из 23 контрольных точек в квартирах и соцучреждениях показали, что неприятный запах снизился с 3 до 1-2 баллов. А микробиологические показатели в норме. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городе не превышен. Вода из реки Нерль пригодна для питья и хозяйственных нужд, заключают специалисты. Напомним, несколько дней назад многие владимирцы обратили внимание на неприятный запах водопроводной воды из Нерлинского водозаборника. Использовать ее люди опасались. Точную причину неприятного запаха так и не установили. Брала с граждан деньги и тратила их по своему усмотрению. Везняковский городской суд признал виновную местную жительницу 1961 года рождения. Суд установил, что в 2015 году, будучи генеральным директором турфирмы, женщина получила деньги от обратившихся за услугами людей, однако свою работу не выполняла. Вместо оплаты путевок она сама расходовала средства. В результате причиненный ущерб составил более полумиллиона рублей. Суд признал недобросовестного директора турфирмы виновной. В ближайшие 2,5 года она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Восемь медалей на первенстве и чемпионате ЦФУ на соревнованиях по самбо и боевому самбо в Воронеже Владимирские спортсмены выиграли 2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых награды. Наши самбисты показали хорошие результаты и среди юниоров, и среди взрослых спортсменов. В общей сложности в первенстве и чемпионате ЦФУ участвовали более 250 спортсменов из 16 регионов страны. Сборную нашей области представляли 28 человек из Владимира, Коврова, Александрова и Мурома. Суздаль в тройке самых популярных российских серых с бронированием жилья составил рейтинг малых городов страны, которые выбирают туристы для отдыха в новогодние праздники. В результате город-музей 33 региона опередили только Великий Устюг в Вологодской области и Олонец в Карелии. Рейтинг составили на основе анализа брони и гостиниц и домов с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Кстати, выяснилось, что туристы бронируют новогодние поездки в Суздаль в среднем на 2,5 ночи. На аренду жилья тратят 4,5 тысячи рублей в сутки на семью. Большой турнир по микрофутболу. Во Владимире провели соревнования по необычному виду спорта. Микрофутбол от обычного отличается и масштабами игровой зоны, и продолжительностью матча. Чтобы поразить ворот сопернику, у команды есть всего два тайма по три минуты. Играют усеченным составом на поле всего два человека. Причем защищают ворота оба. Но фиксированного воротаря в команде нет. К слову, о воротах. Они намного меньше обычных. А вот количество замен в микрофутболе не ограничено. Новогодний турнир провели для учащихся 2-х и 3-х классов школ города Владимира в детско-юношеском центре «Молодежный». Для самых спортивных подготовили кубки и памятные дипломы. Испытать себя в новом виде спорта заявилось 15 команд. В первую очередь нужно действовать единым целым, как команда. Внимательно быть на площадке. Потому что такая, я думаю, что очень динамичная получится игра. Школьникам необычный формат игры понравился. Артем Барышев занимается футболом уже три года. По словам юного футболиста, он больше всего любит стоять на воротах. А в этом турнире пришлось сменить привычную позицию голкипера. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. И сразу после выпуска новостей смотрите очередную серию проекта «Кто, если не мы». Впервые во Владимире 7 января состоится показ ледового шоу «Алиса в зазеркалье на льду». Авторская музыка, яркие декорации, спецэффекты. Билет на шоу станет отличным новогодним подарком и для детей, и для взрослых. Детям до трех лет бесплатно. Синоптики прогнозируют сегодня ночью у Владимира пасмурную погоду. Без осадков температура воздуха составит 11 градусов ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет малооблачно, упадет снег. Столбики термометров покажут минус 8, минус 10 градусов по Цельсию. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Такого во Владимире еще не было. «Алиса в зазеркалье на льду». Ледовое шоу мирового уровня для всей семьи. 7 января. Ледовый дворец «Полярис». Редактор субтитров А.Семкин